Авраама, Исаака, Якова, какая была общественная политическая обстановка в то время, да? Значит, супердержавой был Египет. И первоначально Египет был вдоль реки Нил. Но затем египетские фароны экспансию проводили, да, завоевательные походы. И вот Эрис Кнаан, или теперешний современный Израиль, вот если вот так его взять, территорию сейчас, Эрис Кнаан, в то время был в спорной территории между хеттами и египтянами. Сохранились даже египетские посты того времени. И там находили кости бегемотов, молодого бегемота, который ели. И вот можете себе, трудно себе представить. В то время Израиль был довольно-таки зеленой страной. В Иордании водились крупные животные. Вот. И львы тогда были, еще львы, во времена Давида. Львы, это не львы африканские. Помните, мы говорили, европейский лев, это то же самое, что пума в Америке. Только европейский лев исчез, а пума сохранилась. То это один и тот же вид животных. Даже, говорят, заходили слоны. Где-то по северному побережью были слоны, которые использовали карфагиняне. Это были, так называемая, разновидность особая слонов гибралтарских слонов. В общем, было довольно хорошее, влажное почву. Но где-то, как раз в 2000 году до нашей эры, землю поразила засуха. И эти места стали сухие, и жители, которые отсюда стали, куда переходить? В Египет, да? Я говорил о двух экспансиях людей с Азии, с Востока, которых называли гексосы. То есть, люди-пастухи, цари-пастухи. Но мы не знаем, этнически, кто они такие были. Некоторые связывают их с хеттами, некоторые связывают их с проевреями. Но, по всякому случаю, Авраам ходил в Египет. Прошло еще 100 лет, и уже гексосы, как военная сила, вторлись в Египет. Да? 1800-й, а потом 1700-й год. И около 150 лет они властвовали над Египтом. Тогда династия ушла вверх по реке и создала альтернативное египетское государство, так называемое Верхний Египет. А в Нижнем Египте находились фараоны, которые хорошо относились к выходцам откуда? Из Израиля. И, возможно, Иосиф жил во времена этих фараонов. Вторая сверхдержава того времени были хетты. Хетты занимали практически всю территорию Турции, теперешней, вплоть до Кавказа. Вот здесь небольшое попережье. Эллада, Крит, Кипр и народа Плештим, они относились к критомикенской цивилизации. Итак, первая цивилизация египетская, вторая какая? Хеттская цивилизация. Хетты в этом месте встречались с египчанами. И что происходили войны, да? Проходили войны хеттов с египчан. Хеты как относились к Авраму? Хорошо относились к Авраму, замечательно. Даже он женился на жене, которая хетура, по всей видимости, была из племени хеттов. Позднее выделились отдельно, такая группа хеттов, Митани. Митани, которая входила в хеттская империя, она как бы была конфедерацией. Она состояла по типу феодального, мы будем говорить о феодальных договорах, да? Когда вассалы сохраняли свою независимость, но отдавали царю клятвину, договор, брит. Так же, как и составлен договор с Богом. И одна группа была Митани. Здесь, на Кавказе, было государство Урарту, или древнее армянское государство, да? Митани потом стали называться как? Мидяне. И они объединились с другой группой, которая жила на юге Каспийского моря, и называлась Фарси, Парсы и Персы. И оттуда какое возникло государство? Мидо-Персидское государство. Вначале оно называлось Мидо-Персидское, потому что медяне были богаче Персов. Но потому что царь Кир был из Персов, оно стало потом называться Персидским государством. А Сирия и Вавилон, практически это было государство со сходной культурой, и иногда Вавилон, владычество, вот здесь две реки, Тигр и Ефрат, да? Иногда Вавилон владычествовал над Ассирией, некоторые времена Ассирия, владычество над Вавилоном. То есть история повторялась. Это так же, как, например, когда-то центр был в Киеве, потом центр что? Перенесли в Москву, да? А сейчас уже есть две столицы, да? И два государства. Но практически когда-то это было одно государство и одна культура, да. Здесь, на севере, располагалась еще одна интересная культура, которая называлась Финикия. Финикия. И два города, Тир и Сидон. О городах Плештин мы еще поговорим дальше. Здесь у нас Персидский залив, а здесь у нас что? Аравийский полуостров. И вот еще одна суперимперия. Куш. Куш ассоциируется, кушани, с эфиопами. И на современном иврите негр и эфиоп будет куши. Жена Моисея кто была? Эфиоплянка. Совершенно верно. Соломон построил в городе Эйлат, Эцеон-Гивер, порт, откуда еврейские купцы торговали в Африку и даже, говорят, в Индию. Эцеон-Гивер. Откуда же пришла царица Савская? Она была эфиоплянка. Нам сейчас трудно себе представить. Сейчас Эфиопия это маленькая страна, которая не имеет выхода к морю. Но в те времена это была мощная держава. Теперешняя территория Судана принадлежала ей. Территория Сомали. Здесь еще Эритрея, маленькое государство. И Сабея. Саба. Поэтому царица Сабская, она ассоциируется с царицей Эфиопской. И отсюда эфиопляне, даже уже во времена пророков, совершали набеги на Иерусалим. Эфиопляне были прекрасными мореходами. Сабеи. Нам трудно сейчас себе представить это. Но, оказывается, они доходили даже до Австралии. В Австралии нашли изображение и сделаны из камня священных скоробеев. Извиняюсь, жуки-навозники в Австралии до того, как завезли поселенцы скот, уже европейские поселенцы, вообще не существовали. В то время попадают почему-то священные скоробеи в Австралию. Говорят, даже на островах Полинезии. Почему-то полинезийцев некоторые относили к семитам. По внешнему виду они имеют вполне четкие семитские еврейские признаки. И Гитлер, может быть, по расовой теории их посчитал бы. То есть, видите, Соломон и Эфиопляне, и они совместно совершали вот такие удивительные походы того времени. И я думаю, что, может быть, вот эти сказки, все знаменитые про Синвана Барихода, который был из Аравии, они имеют более глубокий смысл. Правда? Более глубокий смысл. Потому что здесь, говорится об Эфиопе, даже Эфиопы на берегах Индии и Циллона имели свои колонии. Вот как удивительно, да? Страна, которая становится Великой Империей, хереет, становится маленьким государством, о котором практически никто ничего не знает. Но в те времена это было не так. Здесь располагались пустыни. Здесь располагались пустыни. Поэтому, если из Ура хотел идти Авраам, он должен был идти вдоль рек, а потом идти сюда, да? Здесь Авраам на юге Израиля. Теперешняя Беер-Шева. Это центр Нигевской пустыни. А тогда, вы знаете, дубы росли. И сейчас, говорят, сохранилось несколько дубов, которые относятся к этой дубам в дружаве Мамре. Ну, там они же сейчас, типа, вымирающие, да какие-то рассохшиеся дубы нашли. Ну, можете себе представить. В середине Нигевской пустыни сидел под дубом том, да? Сидел Авраам под дубом том. Вот такие интересные были вещи. А Крита-Мекенская цивилизация, значит, это Греция, это остров Крит, да, и Кипр. Там тоже свое додоним были. И они имели ряд колоний. Они имели ряд колоний. Здесь было пять городов. И эти люди назывались Плиштим. Захватчики. И сохранилось сейчас название искаженное. Какое? Фелестимляне, да. Они народы моря завершали набеги даже на Египет. И здесь, во южной части, у них тоже были свои колонии. В частности, колония трое. Но трое – это три города. Самая главная из них какая была? Илеон. Город Илеон, да? Город Илеон. Это, так мы можем себе представить, расположение государств того времени. Хорошо. Итак, вы говорили, что Куш – это южный сосед Древнего Египта, известный в истории под названием Древняя Нубия и ассоциируется у нас с Эфиопией. Было заселено различными семитохабитскими и кушитскими племенами. И египетские фараоны часто отправляли в Куш свои торговые караваны и многочисленных воинов за рабами с лотом и слоновой костью. В 16-15-х годах до нашей эры Куш был захвачен Египтом. В некоторых случаях Куш ассоциируется с Эфиопией. И мы говорили, что Эфиопия в то время была довольно обширной страной и вполне соседствовала с Израилем и с Израилем времен Соловона. Нам больше интересует маленькая область, которая называется Эритс-Кнаан. Эритс-Кнаан или Ханаан, или потом она стала именоваться землей Израиля. Видите, это удивительное место, где пересекаются торговые пути. Если ты хочешь идти в Африку, ты идешь по побережью Средиземного моря. Потому что с другой стороны пустыня, там море, да? Не пройдешь мило. Если ты идешь на восток, по пути, по которому ходил Авраам, в Вавилонию, ты опять проходишь через Израиль, да? И эта земля была очень привлекательна для разных народов. И в те времена Ханаан, это была земля, которая находилась в состоянии раздробленности. Единого царя там не было, да? Было множество царей, и было множество различных образований. Более стойких, менее стойких, такие как Плештим и другие. И Ханаан называлась Фа-Кнаан по-египетски, или Кнахна. Кнахна. В нашей литературе принят термин Ханаан. Этимология названия Ханаан точно не установлена. Предполагают, что Ханаан означает пурпур, и первоначально относилась к Финикии, где добывалась пурпурная краска. Через эту землю шли караванные пути и делали так называемое червление, то есть окраску, да? Окраску – пурпуром. На языке междунаречия Ахатского краска означает Кнаа. Вот сравнить слово Хна. А Кнаан отсюда называется как страна красок. Страна красок. Но есть и другие варианты названия. Другой вариант названия. Слово Ханаан означает низменность. То есть это низменность полоса вдоль Средиземного моря, где жили люди низменные и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Третий вариант. Имя родоначальника всех ханаанских племен – Кнаан. И Ханаан означает покоряющий. Хананеи, вы знаете, что водили язычниками. И они приносили человеческие жертвоприношения. Было такое общее для финикийского культа – Молох или Баал. Был такое Молох или Баал. И поклонение Молоху заключалось в том, что была такая печь в этой печи в виде идола. Идол с руками. Вот так. И пасть. Открытая. Младенца ложили на руки и механически этот идол что делал? Опрокидывал живого младенца в пасть. Раньше считали, что это выдумки библейских авторов. Но потом в действительности нашли горшки захороненные. Вот такие маленькие горшочки. И там кости обгоревшие грудных младенцев. Собираясь в эти горшочки. Кроме того, хананеи почему-то так любили своих первенцев, что обычно всегда их убивали. И если строили дом, то обязаны были первенца заложить фундамент этого дома. Или возле двери этого дома. Чтобы его мертвый дух был хранителем этого дома. Помните, так поступил кто? Правитель какого города? Ну, Ерихон. Да, Ерихон, город на мертвом море, да? И когда был восстановлен город Ерихон, так поступил правительство со своим сыном. То есть, у них была храмовая проституция. Эти люди жили безнравственно. Вот. Они поклонялись идолам и совершали ужасные вещи. Вот интересный комментарий названия этих племен. Кейнеи. Кейнеи от слова «кане» – «приобретать», да? От слова «приобретать». Кейнизи. Кейнизеи. С одной стороны, «кенас» означает «охотиться». И, возможно, происходит от двух слов. Нец – «коршун», и «кане» – «гнездо». «Гнездо» – «коршуна», да? «Орлине» – «гнездо». Кейнезей. Кадманеи. От слова «кадом». Кадом – это «древние». Считается, что это название могло означать «окаменевшие от древности». Хитеи или «хити» – это не те хеты, которые жили. Это похоже на название. Хитеи означалось «устрашающие». От слова «хат», которое означало «страх» или «грех». Помните? Позднее. «Перезеи» или «ферезеи» – «парези». От слова «фараз» – «разделяющие». «Рефаимы» – это была группа великанов, помните? У них было по шесть пальцев. И они похожи на тех великанов, которые находили археологи. И «рефаимы» означает «расслабляющие». От слова «ослабевать» делает чахлым «расслаблять». «Амареи» – естественно, от слова «амар» говорить. А также от слова «геймир» – подниматься вверх. Потому что в числах, 13 глава, 30 стих, о них написано, что «они живут на горе». А некоторые говорят, что это люди, говорящие свысока. Амар – говорящие свысока. «Кананеи» – «кнаани» переводится как «покоряющие» или «починяющие». От слова «кина» – «покорность». А кто теперешний «покананеи» в духовном смысле? Какое религиозное течение говорит, что оно называется «покорность»? «Ислам». Да? «Кананеи» – видите, «покорность». Народа нет, а дух остался? Правда? Знаете, что есть страны, в которых постоянно давлеют одни и те же духи. И уходят народы, и становятся другие народы. Но история этих стран повторяется. Есть конкретно проклятые места и проклятые города. Знаете об этом? «Гиргаши» – «гиргесеи». От еврейского слова «гараж» означает «изгонять». Или «регеш» означает «эмоция, чувство». То есть это изгнанники, которые управляются эмоцией. «Евусеи» – на земле которых был построен какой город? Иерусалим, правильно. «Евусеи» означает «иссушающие». От «яваш» – «сушка». Или от глагола «бус» означает «попирать», «топтать». «Хиви» – в русской Библии «евеи». От слова «хава» – высказывать, выражаться, стремиться к самовыражению. Вы знаете, что, если смотреть на имена вот этих племен, которые жили, это те качества, которые мы, верующие, должны изгонять. Правда? Когда Господь приходит в наше сердце, то Господь поселяется так. Так, евреи, они часть этих племен, что они и знали, а часть, что осталось? Ловушки, да? Если бы они и знали, и не счет же, все эти племена, то проблемы у евреев было бы намного меньше. Да. Ханонийские племена произошли от сына Ноя по имени Хам, что значит «горячей пылки», и они унаследовали эту черту характера. И Библия говорит, что потомков хава увели в плен полностью на Гиме. Так поведет царь ассирийских пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, ногими и босыми и с обнаженными чреслами в посравление Египту. Исайя 20 глава, 4 стих. За что потомков хава вывели голови в плен? Да, потому что хам смеялся над голови отцом. Да? Любое наше слово, оно где-то записывается. Не остается, да. И оно, как говорится, не остается безнаказанным. И от Ханана родились Сидон, первенец его, Хет, Иусей, Амарей, Гересей, Иевей, Аркея, Синея, Арвадей и так далее, и так далее. Босизе 10 глава, 15 по 19 стих. Теперь о финикийцах. Финикийцы, они жили там, где находится государство Ливан. На восточном побережье Средиземного моря. Финикийцы славились бесстрашными мореплавателями. И они основали множество торговых городов-государств. Одно из таких финикийских городов – это Кар-Хадаш. Кар-Хадаш, или некоторые говорят это от слова Кир-Хадаш. Некоторые говорят от слова Ир-Хадаш, новый город или новые стены. И римляне это переименовали как Карфаген. Вы знаете, что сейчас существует несколько Карфагенов? Есть Карфаген, который в Тунисе разваленный, куда ездят туристы. Есть Картохена в Испании и есть Картохена в Южной Америке. Несколько городов носят это наименование. В IV веке до н.э. Финикея была завоевана персами в 332 году Александром Македонским. В настоящее время проводится много исследований, связанных с финикийской культурой, с финикийским письмом. Помните, мы говорили о финикийском письме? Очень похоже на русское. Да, то есть иврит и наша современная греческая кириллица имеют корни в финикийском алфавете. Были крыто-мекенская цивилизация. То есть города на побережье современной Гереции были завоеваны варварами-дорийцами, которые потом стали именоваться эллинами и греками. И в те колонии, которые находились в Азии, эти греки совершили поход на эти колонии. Знаменитая как Трое, да? Зрабившись Трое, Купу Гноя. Поэтому поход греков на Трою, это не один город, а союз из трех городов, под руководством Иллиона был воспет Гомером в известной Илеаде. Это тоже примерно происходило где-то в то время. Возможно, это было также связано с тем, что произошел в 1450 году взрыв вулкана Санторин. Слышали про этот случай, да? Некоторые связаны с взрывом вулкана Санторин, что это была и та самая Атлантида. Под пеплом оказался Крит, Кипр, и под пеплом оказался Египет. И многие связывают египетские казни именно с теми вещами, которые происходило при извержении вулкана. Главными божествами всех этих народов, которые жили по Средиземном море, были Ваал, Астарта. И мы говорили, что одно из имен Ваала, да, Молох, Мелех, царь. Ваал, господин, Мелех, царь. И когда археологи открыли святилище, у многих волосы стали дыбом от множества страшных картин немых свидетельств человеческой жестокости. Перед их взорами пристали сосуды с тысячами обугленных детских костей, и позднее подобные находки были обнаружены во всех храмах Ваала и других анонейских богов. Но особенно было много их в Палестине и Древнем Карфагене, главным богом, который тоже был Ваал. Затем были рассмотрены летописи, из которых ясно, что Ваал особо любил новорожденных детей, которые жильцы медленно сжигали в дар Богу. Приносили человеческие жертвы и критомикенской цивилизации. Когда нашли в докрытии святилища, которое было засыпано пеплом, вы знаете, вот как в Помпеях, когда засыпают пеплом, что что? Остаются фигуры людей, да? Остаются фигуры людей. И обнаружили такой храм, и в этом храме, значит, был алтарь. На алтаре лежал связанный человек в такой позе, руки связаны назад, ноги тоже связаны и скрючены, как в эбриональной позе. Рядом лежал труп священника, который держал нож, и жрицы, которая держала сосуд, в которой должна сливаться кровь. То есть, даже когда происходило извержение этого вулкана, они продолжали приносить человеческие жертвы. Просто рухнула крыша этого святилища, и все было засыпано пеплом. И так и осталось до нашего времени. Очень интересная группа – это хетты. Хетты. Хеты где жили? Видите? В точности на территории современной Турции. Но их южная оконечность доходила до Ханаана. Некоторые считали хеттов семитским народом. Но потом обнаружили, расшифровали хеттские записи, и оказалось, что хеттский язык – это был арийский язык. Женщина по-хетски, знаете, как была? Женщина-жена. Лада. Кушать? Жарати. Эссея? Грива. Поэтому Урия Хеттианин приходил к своей жене и говорил, Лада, жарати. Она терпела-терпела, и потом подстроила камерзу. Правда? И даже при Егоше-Бен-Нуне, при Иисусе-Навине, племена хеттов жили среди евреев. И евреи часто перенимали у хеттов их образ жизни. Район опитания хеттов – Анатолийская плоскогорья. Государство просуществовало в таком виде, как государство, с 18 века по 12 век до нашей эры, естественно. Язык индоевропейский. Их можно было бы назвать ариями. Поэтому ученые считают, что они сходны с теми племенами, которые завоевали позднее Индию и Иран. Всех других людей они считали людьми второго сорта. Предки и этническая родина хеттов неизвестна. Есть несколько царей, которые упоминаются в летописях, что интересно. Как и в Советском Союзе, земля в хеттском государстве принадлежала государству. На большой ее части располагались крупные хозяйства, которые обеспечили царя и членов его рода. Те, кто работали на дом царя, дом царицы и местную администрацию. Был и общинный сектор. То есть совхозы были у них и колхозы. В совхозах работали на бюрократии. Помните, я вам говорил о таких строях. В колхозах работали в общественных группах. Старейший на общины имел довольно широкий круг полномочий в судебной и административной власти. Также позднее стали широко использовать труд рабов. Было у них натуральный налог, который назывался саххан, и трудовая повинность, луци. Вот фрагмент одних из законов Хетту. Если кто возьмет в долг и запряжет вола, коня, мула или осла, а тот пойдет или будет сожжен волками, или заблудится и пропадет, то одолживший пусть выплодит полную его стоимость. Но если он скажет, от руки Бога он умер, то пусть поклянется в том, если свинья зайдет на гумно, на поле или в сад, а владеец того луга, поля или сада забьет ее до смерти, то пусть вернет эту свинью ее владельцу. Если же не вернет, то станет вором. На что эти законы похожи? Правда? На законы Торы. То есть Хетты жили очень интересные законы. Хетты выращивали ячмень и родственные пшеницы злак, который назывался Эммер. Из них делали муку, пихли хлеб, а из зерен валили пиво. Растили виноград, гранатовое дерево, яблони. Все население делилось на две группы. Свободные и вторая группа несвободные лица. И среди них были как рабы, так и кабальные должники, наемники, крепостные земельные собственники. В Хетском царстве царствовал великий царь Табарна, который в Давахетский период был наделен особой божественностью и титуловался Солнцем. Как его бы называли, ясное Солнышко? Владимира. Кто себя называл королем Солнца? Людовик 14-й, да? И поэтому мы видим, когда одна из групп Хеттов совоевала, возможно, там Хеты и другие были племена, да? Египет, о котором мы говорили, гексосы, то фараон Египта стал кому поклоняться? Богу Солнца. До этого они поклонялись различным богам. Но он ввел верховного бога. Это был Эх на Тон, да? Вот, верховный, царь, царь Солнышко, тоже своего рода, да? То есть, видите, эта хетская культура как-то очень сильно повлияла даже на Египет и на еврейские, как мы видим некоторые законы. И также в районе, значит, Илеона, в районе Илеона, в Древней Греции, да? Вот в 1200-м примерно году до нашей эры Микенский царь Агамемнон сплотил вокруг себя Ахейских царей и двинул на Илеон. Так началась знаменитая Троянская война, да? В то же время родственные греки, фургийские племена устремились в Малую Азию. И тоже оказались недалеко от Илеона. И в государстве хетов возник кризис. В государстве хетов возник кризис. И позднее это государство распалось на разные другие царства. Вот нам интересует этика хетов. Хеты интересно относились к своим врагам. Когда они завоевывали какого-то другого царя, они не уничтожали правящую верхушку, а делали это государство вассальным государством. Помните, мы говорили? Может быть, Единая империя, да? Может быть, конфедерация. В виде множества вассальных государств. Но Соединенные Штаты Америки, они тоже в свое время были как конфедерация государств. Если вы помните. Потом, после Гражданской войны, у них было более централизованное правление. И цари, прежде всего, стремились захватить страну малой кровью. Они не совершали такие страшные злодеяния, как вавилоняне, которые угодяли тысячи и миллионы людей в плен. Или ассирийцы, которые складывали груды черепов и подвергали пленных разным издевательствам. Они просто малой кровью завоевывали, показывали свою силу, а затем они показывали свое великодушие к поверженному противнику. Вот, что говорил один исхедский царев, Хатусилий Третий. Если бы он со мной, то есть тот, кто с ним воевал, не начал враждовать, разве боги унизили бы праведного великого царя перед малым царем? Но теперь, из-за того, что он стал враждовать со мной, боги по суду его унизили передо мной. То есть, они говорили о том, что они милостивы. И вторая часть, да, первая говорится, что вы воевали со мной, я был к вам праведлив, вы были что? Несправедливы. Говорит царь, я был к вам благосклонен, но вы мне внезапно причинили зло. Вы напали на правителя Кинзы, которого я избавил от хуритов, и когда я услышал об этом, я прогневался и послал воинов и колесницей к военачальникам. Позднее претерпев новые козни со стороны египтян, он немедленно обращается к богам со словами, «О, боги, я не совершил зла, но люди Египта его совершили, и они напали на границы моей страны». Дальше царь пишет. «Я, солнце», то есть царь именовал себя солнцем, никогда никакого зла себе не делал. «Я оберегал мусхилу васа, твоего отца, и ему не делал никакого зла». Только не спровоцированный удар, да, позволяет причинить ответное зло. И современные ученые считают стандартный текст договора царя, устанавливающего вассальную зависимость. Завоеванную им народа послужила основой текста завета Бога с Моисеем. Следующая часть говорит. Я заключаю, хотя ты это не заслужил, да, я заключаю союз. Я со своей стороны обязуюсь быть там милостивым государем и то-то, то-то, ты со своей стороны обязуешься платить такой-то, такой-то, такой-то налог. И если вы будете выполнять свою часть договора, то я выполню свою часть договора, да. Но если вы не выполните свою часть договора, то мы придем, отберем ваши виноградники, разграбим ваши города, убьем ваших мужчин, используем ваших женщин и т.д. и т.п. Правда, это чем-то похоже на договор Бога. Бог говорит, если ты будешь ко мне обращаться так и будешь выполнять заповеди мои, все будет хорошо. Если ты не будешь выполнять заповеди мои, считайте 28 главу второзакония, вами случится то-то и то-то, то-то, и ваши женщины не будут рожать, и будут все воины ваши, будут бояться и т.д. То есть это очень похоже на то, что писал Моисей. В особенности предметом специальной гордости и подхвольбы кетов были ситуации, в которых они не ответили злом на зло вообще. Считалось, что милость к побежденному превозносится выше воинской доблести или законного возмездия. Видите, как интересно. Там, где хецкий царь мог проявить милость и мог не наказать своего неверного слугу, то это считалось особой доблестью. Вы знаете, что всегда на Востоке особой доблестью что является? Кровная месть, да? И если он убил одного из своих людей, то тоже нужно убить, как я не верю, штук пять или десять его людей. А то и весь род искоренит. Даже Сталин, видите, он мечтал уничтожать людей, да? Не только тех, кто виноваты, а как члены семьи-изменники Родины. А в чем они виноваты? Только тем, что они члены семьи, правда? То хеты такое себе никогда не позволяли. И иногда древнихецкие господи писали такое. Пусть она, речь идет о мятежной дочери царя Хатусилиса Первого, помилованный им, ест и пьет. Вы же ей зла не делайте. Она делала зло. Я же в ответ ей зла не делаю. Но она меня не назвала отцом. И я ее не называю дочерью своей. Вы ло ами, говорит Господь. Вы ло рухама. Ло ами, да, не мой народ. Ло рухама, не помилованные. Похоже то, что говорит Бог через пророков. Ты, дочь неверная, да, или неверная жена. И другой фрагмент. И сказал царь Телепину о своих врагах, покушавшись его убить. Пусть идут они себе. И да будут они жить, и пусть едят, и пьют. Зла же им никакого не причиняет Телепину. И так я постоянно говорю. Мне сделали зло. Я же тем зла не делаю. Удивительное государство. Удивительная страна. Да? Где можно воздать злом за зло. Но высшей доблестью является не завоевать противника, не уничтожить его, не растоптать его, да? А проявить милость. И эта этика очень близка к этике Авраама, правда? И к этике Моисея. Ещё интересна молитва во время чумы. Царь Мурсили, второй, говорит. Затем так же людям всем вообще свойственно поступать криво. Правда это похоже? Нет, праведного не одного. Значит, с чём, почему же царь прощает своих врагов? Потому что такое свойство человека поступать плохо, да? Я же буду выше его, потому что прощу его. В молитве во время чумы он же говорит. Боги, господа мои. Как будет господа мои? Адонай. Адонай, да? Он говорит, Адонай. Так всё и совершается. Кругом грешат. И это помогает понять логику хеттских этических представлений. То есть круговорот зла, круговорот зла должен быть рассеян. Не плодить зло. Хеты были очень развитым народом. Хеты были одними из первых, кто применили железо. Вы даже помните, когда израильтяне жили среди народов, в частности, еще из среди палестинцев, у них было своё железо. Помните, да, чтобы купить какую-то саху или какую-то лопату, они шли к филистимлянам. Если нужно было ту же самую саху или лопату наточить, что они шли к филистимлянам. Но первым, кто применил железо, были хеты. Хеты владели технологиями обработки железа, изготовления железных предметов, как минимум с 14 века до нашей эры. А в 1200 году до нашей эры было уже изготовлено много излечено археологи, много железных мотых, серпов и так далее. Плештим, которые тоже воевали с хеттами на территории Израиля, также узнали железо и строго оберегали секрет его изготовления. Интересно, что хеты первыми применили лошадей. Они первыми применили лошадей. И лошади применялись в основном в виде таких танков древности. Это что? Колесницы. Обычно на колеснице было два воина, иногда три. Один возничий, да? Второй воин с луком и стрелой, либо с копьем. Если у него копье ломалось, или он копье острогал, он еще пользовался мечом. Иногда были колесницы на трех человек. Они были более прочные, и поэтому их называли железной колесницей. Так как для Астова, это не значит, что вся колесница была сделана из железа. Вы понимаете, рама, рессоры, и вся вот эта часть какого автомобиля была железная. Поэтому были названы железной колесницей. Очень интересно, что они освоили также технику езды на лошадях. Где-то между 1500 и 1000 годов до нашей эры. Сохранился трактат адресуры лошадей Хета Кикули, который рекомендует головалом в возрасте отбивать жеребят от вольных табунов, чтобы они под наблюдением человека постепенно привыкали к нелегким лошадиным будьям. Он точно указывает, сколько сена, свежей травы, соли, зерна, должен ежедневно получать жеребенок, как следует по мере взросления малодонника увеличивать этот рацион, какие расстояния должен ежедневно преодолевать жеребенок, сначала шагом, потом рысью, скакать голопом на лошади можно лишь только после того, как она достаточно окрепнет. Кикули также пишет о том, что в лошадь необходимо водить к реке, поить там и купать. Дальше он пишет, зачем пусть она поваляется по песку, а после того, как обсогнет, обязательно почистить шкуру скривницей. Когда жеребенок достаточно окреп и хорошо обучен, его подвигают суровому испытанию. После двухсуточной выдержки без воды и пищи заставляли тащить тяжелую колесницу по труднопроходимой каменистой дороге. И только тот, кто успешно выдерживает этот экзамен, мог попасть в царские конюшки. Интересно, что трактат Кикули в практически неизменном виде вошел в последующие во все руководство вплоть до современных адресуре лошадей. Ну так, через египетские папирусы и так далее. Но конницу в таком виде, как мы в садике, на лошади привидеть, тогда еще не было. Даже помните у израильчан, когда были некоторые описания, что один из израильских генералов, он собирался ехать, чтобы захватить Иезавель, и он там ехал на лошади. Встретился ему кто-то и говорит, приходи с нами. И тот гонец не вернулся из Иезавеля, не предупредил, что ехал. А для того, чтобы стрелять из лука, садник должен был остановиться. Потому что тогда не было стремян, и как только у вас седла, и уздечка была несовершенна, и стрелять на ходу уже научились в более поздние времена. А лошадь надо было крепко держать ногами. И чтобы освободить две руки, выстрелить, нужно было остановиться. Поэтому конница, которая была в основном для того, чтобы быстро передвигать войска с места на место, а сила ударная, кто были? Колесницей. Колесницей. Сила ударная была колесницей. Спасибо. Спасибо.